Мы измеряем наши часы, следуя неким правилам, принимается в расчет человеческой природы и продолжительность человеческой жизни. Такие факторы имеют место быть. Однако есть многочисленные черви, насекомые. Поколение жизни этих особей протекает за жизнь целого поколения. Происходит от начала и до конца жизненный цикл за один час по нашему времени. И также говорится, один день Брамы или одна ночь Брамы. С нашей точки зрения, согласно нашей кронологии, это сотни миллионов лет. Таким образом, отрезок времени, маленький отрезок времени может казаться нам долгим-долгим, продолжительным периодом. И пространство также. Время и пространство. Время и пространство — факторы ума, факторы мышления. Контролирующий субъект есть высший субъект, есть Господь Бог. Он контролирует. Идея времени, идея временных отрезков, больших или меньших, или расстояния большего или меньшего размера, масштаба пространства — все это контролируется областью высшего субъекта. Нам говорят, ночь, та ночь, когда происходила раса лила. По особому желанию Господа, Брама-ратри, Сахасра-юга, с точки зрения людей, вошла в ту ночь, ночь раса лила. Скорее всего, все было устроено таким образом. Брама-ратри вошла, вступила во временной интервал в рамке одной земной ночи. Тем не менее, гопи думали, подобно мановению ока пролетело эту ночь. Как мановение ока, мгновение, мгновение ока. Вся ночь прошла, пролетело, пролетело незаметно. Хотя, то была ночь Брама, Сахасра-юга, тысяча юг, вошла в эту земную ночь по воле высшего начала. Таким образом, все это вопрос релятивности, относительности. Мы зависим, мы плаваем буквально на прихотливых волнах, капризных волнах буквально воли сладостного Господа и Его потенции. Мы куклы, которыми играют. Мы плаваем на этих волнах, подобно куклам, таково наше положение. Мы должны изо всех сил пытаться быть, не находиться в оппозиции, всегда находиться в состоянии покорности. Ану-кульяна-кришна-ану-шилана, не прати-кульяна. Ана-кульяна-кришна-ану-шилана, не прати-кульяна. Мы должны стремиться вносить лепту, делать вклад в дело осуществления лила. Его лила, подобно океану. Его лила, его океан. Волны лила в океане играют таким образом. Мы должны всегда придерживаться, следовать авторитету. Ану-кульяна. Не находиться в оппозиции. Все безгранично. Мадура-раса. Дружеская раса. Сакья-раса. Вацалия-раса. Все, что связано, все, что находится в релятивности безграничного, все безгранично. И индивидуальная раса представляется носителем этой расы лучшей, идеальной. Яшода не скажет, что Мадура-раса лучшая, Вацалия-раса. Она не способна на это. Она считает родительскую любовь лучшей. Сакха, друзья, тоже чувствует, что... Чувствует то, что мы постигаем, то, что мы получаем в наших взаимоотношениях, в служении друзей. Это высочайшее явление. Это высочайшее явление. Если некая Личность обладает определенной склонностью, вкусом в служении Кришне, то считает эти наклонности, этот вкус, лучшим. Однако татарский вечер все же имеет место быть объективный сравнительный анализ. Если бы было возможно сравнивать и анализировать беспристрастно, если возможно было бы отвлечься от релятивной специфики той или иной разновидности служения, тогда можно было бы судить о том, что выше, а что ниже, и это также возможно. Подобный анализ, подобное суждение. Большая степень, меньшая степень. Если бы кто-то сумел стать объективным, беспристрастным, отвлечься от релятивной позиции расы, тогда он мог бы судить. Шанта, Даси, Сакья, Вацаля, Мадура, Схакия, Паракия. Таким образом, такого рода развитие можно было бы понять. Таким образом, мгновение ука, продолжительность времени, в течение которого глаз моргает. Одна юга, световой год. В наши дни используется такое понятие, как световой год. Электричество или свет, скорость света и электричества настолько велики, что за одну секунду свет способен семь раз облететь вокруг Земли. Сто семьдесят пять тысяч миль за одну секунду. А если речь идет о свете, который летит в течение года, то о какой дистанции, о каком расстоянии мы говорим. И это световой год. Так вот, говорят, во Вселенной существуют многочисленные звезды, удаленные от Земли на расстояние в множестве световых лет. Подобные единицы измерения также существуют. Но все контролируется высшим субъектом. Этот промежуток времени, мгновение ока, то мгновение, когда глаз закрыт, когда он моргает, может превратиться в югу, многие юги. Махапрабху говорит, «Я не в силах обрести даршан Господа». Одно мгновение ока представляется мне югой, «Вираха». И это контролирует центр. «Расов Вайсах». «Расов Вайсах». Мы все покорны, очарованы. Мы все беспомощные жертвы расы, экстаза, красоты, любви. Каждый из нас в глубине сердца жаждем этого божественного блаженства. Ведомо или неведомо, сознательно, осознанно или неосознанно, каждый из нас стремится к этому явлению. Это наша глубинная природа, подобная жажда расы, сукхам, счастья. Мы не в силах сказать, никто из нас не может сказать, никто из нас не скажет, «Я не хочу быть удовлетворенным, я не хочу полноты, жизненной полноты и счастья». Каждый из нас не может не признать, «Я хочу, мы хотим полноты, насыщения». И как обрести эту желанную полноту? Вот в чем вопрос. И, соответственно, многочисленные ученые, многочисленные религиозные деятели, умыслители приходят к нам для того, чтобы помочь нам утолить нашу внутреннюю жажду, жажду расы, глубинную жажду. Кто-то говорит, «Мы хотим энергии, нам нужна энергия, мощь». Кто-то говорит, «Нет, мы хотим знания». Но есть и такие, которые заявляют, «Мы хотим красоту, нам нужна любовь». Так научным образом это явление рассматривается. Но есть те, кто говорит, «В действительности мы хотим любви». И мы относимся к этой категории людей, к этой группе, утверждающей превосходство любви. Нам не нужно знания, энергия, власть, могущество, мощь. Даже это нам не нужно. Но лишь все, что нужно — любовь и красота. И мы знаем это в глубине сердца. И Шримад Бхагаватам и Махапрабху Шри Чайтанья Дев пришли с этой идеей. Подобный диагноз они поставили. Твоя подлинная глубинная жажда обращена исключительно на любовь и красоту. И если ты хочешь достичь той земли и жить на той земле, то ты должен следовать определенному процессу. Определенному процессу. Для того, чтобы достичь этого высочайшего измерения жизни, благодаря жертвенности, благодаря ашрадхе, благодаря вере. Таким образом. Владыка любви и его царство. И ты должен слушать, ты должен увеличивать степень своей жажды горячего стремления к этому явлению. И ты должен принять специфический определенный процесс, благодаря которому ты достигнешь той земли. Это ты и есть бхактия, преданность. Есть ли у вас вопросы? У кого-то есть вопросы? Она спрашивает, как мы можем увеличить и развить нашу веру? Это вопрос общего характера, часто задаваемый вопрос. Развивая наш дух служения, настроение служения. И устанавливая связь с саду и с шастрой. Священными писаниями и живыми священными писаниями. Живыми священными писаниями. Если мы хотим улучшить наше положение, финансовое положение, если мы хотим приобрести деньги, заработать деньги, то мы отправляемся туда, где денег много. Мы приходим в это место и смотрим, как же мы можем эти желаемые деньги получить. И аналогичным образом, если мы хотим обрести Божественную Любовь, то мы должны прийти в то место, где эта Любовь есть. В сердце саду мы находим присутствие этой Любви, Божественной Любви, чистой Любви. Мы должны проводить различия между вожделением и Любовью. И критерий, критерий, индикатор того, что есть, что такое жертва, жертвенность, умереть, чтобы жить. Любовь всегда хочет давать умирать, чтобы жить. Давая, мы способны обрести. Чем больше мы способны дать, в качестве реакции мы обретаем это явление. Когда мы берем, когда мы отнимаем, то мы теряем. Когда мы отдаем, когда мы отдаем, то в качестве реакции мы получаем Любовь. И качество нашего дара принесет нам соответствующее качество награды. Предложи и получи. Отдай себя, вручи себя, и автоматически ты обретешь благо. Не желай ничего для себя. Безо всяких условий отдай себя, вручи себя, пожертвуй собой. И ты обретешь в ответ, получишь в награду в ответ столь благородные реалии. Будь щедр в своем даре, в своей жертвенности. И награда будет соответствующего качества. Бог не является банкротом. Чем больше ты будешь рисковать в своей жертвенности, в своей преданности, тем больше, тем больше блага ты обретешь. Неосознанно ты увидишь, что это нечто внутри тебя, это нечто придет к тебе автоматически. Продолжение следует. Рупа, Госвами, описывает постепенное развитие любви. В начале Шрадхи, до этого, до появления Шрадхи, также Агъята Сукрития, Агъята Сукрития, затем Шрадхи. Определение Шрадхи. Если я пополняю мой долг по отношению к центральной истине, любви, тогда я достигаю все цели. Мы можем сконцентрироваться, направить всю мою энергию, вложить ее в определенное центральное положение. И тогда все иные цели будут достигнуты автоматически. Подобно тому, как когда мы помещаем пищу в желудок, мы служим всему телу таким образом. Мы поливаем водой корень дерева, и все части дерева получают им необходимое. Таким образом, обрести подобную веру, в своем сердце. Это очень, очень важное, важное явление для нас. Убежденность в том, что это возможно. Это возможно. Центральная истина есть. Подобное убеждение. Если мы выполняем наш долг в связи с этой истиной, тогда мы осуществляем все. Нам не следует размениваться на части. Мы должны избавиться от любой предубежденности, от всех предрассудков и пытаться найти центр. Отвергая ветви, если мы будем обращать внимание на центр, это означает не страдание от всевозможных предрассудков, но свободу. Мы должны найти ее. Оставь все свои обязанности, выполнением которых ты столь занят. ты можешь легко отвергнуть, ты можешь легко отстраниться от любых занятий и обратиться в сторону центра. Ты не окажешься в проигрыше. Подобная вера. Подобная жизненная стратегия возможна. И не только возможна, но она наилучшая. Она наиболее благотворна для нас. Если мы сумеем оборвать связь со всем окружающим миром и сконцентрироваться на этом явлении, это будет не отвержение чего-либо частей, в точном смысле слова, но твое существо будет центрировано, обращено, направлено на центр, и именно это необходимо ради прогресса в нашей жизни. Шрада, затем Садду-Санга. Садду-Санга — связь с людьми, которые принимают участие в подобной компании, неизбежным образом мы выберем их общество, их компанию. И таким образом начнется взаимодействие, давать и брать. Что я должен делать, что вы делаете. Вы идете в таком-то и таком-то направлении, и вы прогрессируете. Пожалуйста, дайте мне наставление, как я могу двигаться и идти вперед в моем нынешнем положении, как я могу улучшить это положение, как я могу осуществить прогресс, идя в направлении истины. Таким образом, Садду-Санга, Шравына Киртана. Здесь становится актуально слушать об этом явлении и воспроизводить услышанное людям. Таким образом, речь идет о культивировании, о том, что эти люди укрепляют свои позиции, свою веру, воспроизводя Киртан. Смаран, также необходимо думать, размышлять об этом явлении, о том, что я думаю, что я делаю, какова моя перспектива, как я могу достичь этой цели, мысли такого рода. И пада Севана. Все это приведет меня к той стадии, на которой мне явится образ, откроется фигура, образ. И то будет долг сердца, фигура, личность, у которой есть черты, есть члены, руки, ноги, голова, рот. То, что мы находим в человеческом обществе, эти реалии имеют свое изначальное положение в идеале высочайшего типа. Поэтому пада Севана означает служение стопам. Я могу служить низшей части этого высшего существа. Таким образом, пада Севанам. Это явление возникнет в нас и потребует удовлетворения с нашей стороны посредством подобной деятельности, определенное чувство служения, определенный тип служения Абсолюту. Он — Личность. У него есть голова, у него есть очи, у него есть стопа, у него есть все. А иначе, откуда бы эти реалии возникли в мире людей и в мире животных? То, чего нет в причине, не может возникнуть вследствие. То, что есть вследствие, должно присутствовать в причине. Таким образом, в идеале есть существование человекоподобной природы. Махапрабху пребывает в радости, в настроении жалобном, не жалобном, но патетичном. Мы столь близки к Кришне. Высочайшая лила, игра, высочайшая природа. Эти игры очень похожи на пути и манеры человеческого общества. В известном смысле это явление очень близко к нам. И это пада с Эваном, затем Арчаном, Ванданом, из глубины сердца давать высокую оценку, признавать его существование, его природу. его взаимодействие с нами, его игры различных путей, давать им должную оценку. Сакхам приблизиться к служению Ему, оказаться в сокровенной области, во внутреннем круге, во внутреннем круге служения Верховному. И в целом, повсюду дух, дух в целом будет духом жертвенности, самоотдания. Это благородная природа нашей жизни. Какое качество, внутреннее качество жертвовать, отдавать, опустошать себя, отдавая. В целом, мы думаем, когда мы отдаем, мы что-то теряем, но это не так. отдавая, мы обретаем. Мы даем в грубой форме и получаем в качестве реакции в тонкой форме, в высшей форме. Поэтому давая, мы не теряем, давая, мы выигрываем. Выигрываем. Особенно в том случае, когда мы даем высшему началу. Давая, значит, служа, мы выигрываем. И награда служения, вознаграждение приходит в благородной монете. Благородную реакцию мы обретаем. Сакхам Атма Неведанам. Во всех этих отношениях нас просят таким образом взаимодействовать с этой высшей природой. И таким образом мы получаем и обретаем ясную концепцию, ясное представление. У нас есть некоторое представление о объекте нашего служения, о том, какова его природа. И наш дух, служение, настроение также возрастает в процессе. И наше безразличие к тому, что не является Богом, к наслаждению и к отречению. Равнодушие возрастает. Мы чувствуем беспокойство, когда мы каким-либо образом устанавливаем связь с духом, связываемся с духом отречения или духом эксплуатации, соприкасаемся с ними. Мы устрашены, мы устрашаемся, содрогаемся, соприкасаясь с отречением эксплуатации. Нет вопроса эксплуатации и нет вопроса отречения. Почему? Потому что есть полнота в благородной жизни, величайшей жизни. Почему? Зачем тогда отречение? А отречение значит негативная сторона. Бхакти будет увеличивать Бхакти. Преданность отдания себя поможет нам в нашем прогрессе в этой линии. Ничто не успешно так, как успех. Нечто в этом роде, гласит английская пословица. Саду-санга. 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 Шастра-санга. Утверждение, советы саду, собранные в книгах, необходимо пытаться понять их, исследовать им, культивировать это. И это также происходит с помощью живых писаний. Усвоить истинный угол зрения, точку зрения в процессе нашего изучения писаний. Для этого нам необходим учитель, подлинный, подлинный учитель, с помощью которого мы поймем «Азар-джи-бан кун-шу-беда». Тот, у кого есть подлинный руководитель, настоящий профессор, учитель, такой человек способен понять смысл Бога откровенных писаний. это нелегко, тяжело, трудно пытаться извлечь из священных писаний истинный смысл. Поэтому необходим подлинный руководитель, подлинный учитель, следуя наставлениям, которого мы будем изучать эти писания. пранипат-парипрашна, сева, посредник, высший посредник, живой посредник, необходим нам ради нашего прогресса, продвижения. В целом это так. Культивирование, должное, подлинное культивирование этого явления позволит нам прогрессировать. Должное культивация. И должное значит следующим образом присутствие знатока, присутствие знатока этой сферы. Если какая-либо ошибка возникнет, то этот знаток ее увидит и поможет нам, наставит нас. Так происходит в любой сфере и здесь также. тоже. И также, когда речь идет о успевании Харинама, «Нама парадхи» и «Нама баса». Эти два явления мы должны отвергнуть и совершить прогресс в направлении «шудха-нама». Если мы призываем имя, божественное имя Господа, это самый благотворный процесс, позволяющий достичь, обрести преданность, но на этом пути также. Мы не сумеем должным образом воспевать святой имя в обществе людей, лишенных преданности. Мы можем внешне, казалось бы, произносить звук, но одна лишь форма не способна породить суть, внутреннюю суть. Здесь также должна присутствовать помощь, связанная с сутью, и эта помощь может быть обретена только благодаря духу служения, жертвенности. Бхакти — это все и вся. В противном случае, майвади также призывают святую имя. Попугай способен повторять имя. Машина способна произносить имя. Но один лишь звук, специфическая вибрация в физическом эфире не есть подлинное имя. Но внутренняя вибрация, там, где присутствует человек, внутреннее существо, я, душа, там должна происходить эта вибрация. Необходимо культивирование в измерении сердца, души. Кто является воспринимающим, кто ищет своего удовлетворения, имя должно сообщаться с этим измерением, с этой частью. Нам и любой процесс преданности должен соприкасаться с душой, затрагивать душу, подлинную сторону, начало. Культивирование должно совершаться в истинном измерении, не в физическом или ментальном аспекте или измерении души. Это все покрытие, оболочки, физическое покрытие, ментальное покрытие. Но сторона, начало, я, есть душа, личность. И культивирование должно происходить в измерении личности, или я, или души, в измерении души. Мы должны возвысить душу, пробудить ее. Только душа способна сотрудничать с высшей душой, с тем измерением Кришны, Вайкунхи, Голоки. Деятельность должна носить такой характер. Вайкунха-нама-граммана. Имя, звук должен быть Вайкунхой, иметь безграничную природу. Он не должен принадлежать и относиться исключительно к феноменальному миру. Слова не должны быть ограничены феноменальным измерением. А необходимо глубокое культивирование, культивирование в измерении души и высшей души. Попытки, усилия должны совершаться в этом измерении. И мы должны быть крайне осторожны в этом отношении, в отношении глубины нашего культивирования. Оно должно осуществляться внутри, в глубине сердца, в самой сердцевине нашего существа или существования. Мы должны это сознавать. Не устами лишь, но сердцами. Сердце. Там, где пребываем мы, где пребывает наше «я». И тогда наша жажда, внутренняя жажда, может быть утолена. Мы должны понять, где, каков источник, где находится источник жажды, источник в глубине сердца. И наши действия должны удовлетворять, утолять эту жажду, должны быть такой природы, такого типа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!